Ветеранская организация Московского района существует уже не одно десятилетие. За это время через ее стены прошло огромное количество людей почтенного возраста, которые не только проявили себя как мужественные защитники своей родины во время Великой Отечественной войны. Среди них активисты производственного труда, ветераны заводов и предприятий, учебных заведений и общественных организаций, а также военные службы. Люди элегантного возраста и сегодня в строю. Они полны жизненной энергии и оптимизма, с которым берутся за каждое новое, не менее интересное дело. В число таких миссий вошел и конкурс, в подготовке к которому представители организации подошли ответственно и креативно. Когда мы проверяли материалы, что сделано переведчиками за этот период, это начиная с 2011 года, всю пятилетку мы работали по этому принципу, чтобы показать работу, насколько вырос уровень нашей деятельности как общественной организации в нашей области и на фоне республики. В торжественный день в зале Дворца культуры профсоюзов собрались лучшие из лучших. Самые активные, самые целеустремленные, самые жизнелюбивые ветераны-москвичи. Праздничному мероприятию предшествовала большая работа, как со стороны жюри, на суд которого пристали несколько десятков качественных планов работ, так и самих участников состязания. Отчеты по итогам их насыщенной деятельности с трудом уместили несколько огромных альбомов, подробно рассказывающих о буднях людей элегантного возраста. Как итог, большое количество грамот, благодарственных писем и три главных награды – три звания «Почетный ветеран». У нас и сегодня из промышленных предприятий будет два первых места. Будем вручать два диплома председателям первичек и благодарственные письма руководителям предприятий, которые помогали, поддерживали ветеранскую организацию. И с их помощью мы достигли таких результатов. Это Савушкин продукт, генеральный директор Савчис Александрович, это Брежевый строй. Первичные ветеранские организации на предприятиях Брещины всегда находят поддержку в лице своих руководителей и большого коллектива, который благодарен своим старшим наставникам за богатый опыт и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Несмотря на то, что сегодня эти люди почтенного возраста документально находятся на заслуженном отдыхе, покой им только снится. У них много планов и интересных задумок, которые они активно внедряют в работу предприятий, делая работу более эффективной и разнообразной. Это вообще непередаваемые эмоции. Это точно, потому что очень приятно, что нашу работу так оценили. Мы, конечно, тоже стараемся, потому что у нас Совет ветеранов. Но больше всего я благодарна нашему руководству Треста, профсоюзной организации. Если бы не было их внимания к нам, то мы, конечно, бы не заняли первое место. Ну и, конечно, хочется отметить то, что Совет ветеранов Московского района под руководством Марии Яковлевны Кутровской оценили нашу работу. Они направляют нашу работу. Мы всегда тесно в контакте с ними работаем. В последнее время, последние годы ветераны Великой Отечественной войны в связи с состоянием здоровья, естественно, это труднопосещаемая. Поэтому приняли решение, особенно в преддверии 9 мая, поздравлять их на дому. Наши активисты постоянно выезжают, подарят им цветы, подарят подарки, материальную помощь, в том числе и продуктовые наборы. Ну, в последнее время это были и продуктовые наборы. Оказание помощи в решении других социальных проблем. Какое бы ни было сейчас экономическое положение предприятия, мы всегда находим возможности и возможные реалии оказать эту помощь.